Но это место по Симферопольскому шоссе я называю Кожла-Сала. Кожла-Сала это Мориэл. Такое село есть, которое тоже такой подобный немножко спуск. И как говорится, вид дальний, да невыразительный. При том, что если ехать из-за шкалую сторону ячика, то там уже начинается море Чудра, глухие леса, заповедник. Но он там начинается чуть дальше. Вообще Мориэл это тяжелый регион. Очень насыщенный энергетикой. Ну или как там это называется? Сады энергетик там есть. А вот называется ли это энергетикой? Наверное, не совсем верное слово. Но понимаешь, вообще вся моя жизнь находится всегда на горизонте событий. Вот рядом с черной дырой, которая может быть источником силы, может быть она очень почитаема, она имеет высокий статус, но при этом она может тебя засосать, скажем так, да, дипломатично. И, собственно говоря, так тебя и видели. И это все моя жизнь. Ну, когда я живу внутри Морисской, я как бы не настолько, может быть, это чувствовал. Что называется, как в самолете во время полета. Ты же не особо. Можно и перепутать с чем-нибудь там. Не знаю. Ну, с автобусом вряд ли перепутаешь, но... Ну, вот, понимаешь? И что такое Мориэл? Я точно не могу сказать. Вообще, я считаю, что есть, наверное, две Мориэл. Есть Мориэл сама по себе и есть моя Мориэл. Моя Мориэл – это то, что, понимаешь, вот то, что находится в моем сознании, когда я нахожусь за ее пределами. Это дело не в вопросе восприятия. Дело именно в том, что вот моя книга, моя вселенная, да, она вся, практически вся происходит в Мориэл. Я себе, скажется, уже я про это говорил. Я не пишу по определению за пределами Мориэл, по крайней мере, до этого момента не писал. Сейчас бы мне хотелось, конечно, поработать как-то вот в направлении, знаешь, вот либо придумать, нарисовать вообще вымышленный город, как-то сконструировать его в сознании, либо попробовать написать о другом городе, потому что, ну, потому что тяжко, тяжко. Потому что Мориэл, она не всегда меня принимает. И тут я могу, безусловно, как говорится, отдать пальму соседству, что называется. То есть я отдаю, то есть я признаю, что Мориэл и я, мы, по крайней мере, равносильны, как, что называется, как энергетические центры. Но и боюсь даже, что Мориэл меня, наверное, превосходит. Да меня много чего превосходит. Меня все превосходит. Вообще я мистер слабости. Помимо всего прочего. Слушай, так говорите. Ну, а что у нас? У нас почти полный бак. Хотелось бы, конечно, закупиться кофе, эликсирчика, но посмотрим. Сейчас просто мне надо быстрее ехать. Ну, касательно дальних поездок, это замечательно. Северная поездка имеет как раз тот смысл, что это не Мориэл, и при этом дальняя поездка. Увидеть все-таки что-то новое, и при этом сурово северное. Да, я склоняюсь больше. Конечно, я больше люблю север. Это безусловно. Не знаю, конечно, сейчас это, возможно, изменится. Вот, но... Ну, вот Экадыгей очень расположен, ребят. Я вот давно-давно уже как-то посмотрел сюжет. Во-первых, это единственный регион, который находится внутри другого региона. Представь себе вообще такой вариант. Поэтому... Ну, вот так. И там горы, там, как говорится, я думаю, что там много таких сильных мест, в которых хочется остаться. И еще я мистер помещения. Мне очень важно, чтобы помещение мне подходило, чтобы мне было хорошо внутри этого помещения. Моя комната вот в моей штаб-квартире, которую я все время показываю, мне там нехорошо. Мне с самого начала там не было хорошо. Просто, как говорится, сносно, я бы так сказал. Я ее вот уже, получается, 24 года скоро будет. Ну, 23 года ровно, скажем так. Ровно 23 года. 2001-2024. Я ее намагничиваю и... Ну, да, в принципе, это получилось, но... Возможно, кстати, вот возможно, что лет через 30 эта комната и приобретет. Потому что атмосферу... Ну, до этого времени там обязательно сделают ремонт. Потому что все люди на 99% они ремонтопоконники. Только один я вот такой, который именно ценит вот эту старую намоленную атмосферу, понимаешь, которая вот годами-годами скапливалась. Еще, конечно, желательно, что в помещении кто-то умер. Это вообще хорошо. Но про это отдельный разговор будет. Ладно. Двигаемся. Двигаемся.